мир божий дорогие братья и сестры благодарность богу за то что у нас есть еще одна возможность присутствовать всем вместе у его ног и научиться еще чему-то новому и чтобы наши характера нашей жизни изменилась в лучшем пусть бог даст нам мудрости чтобы вот эти встречи не прошли зря но все что будет сказано помогало нам в жизни во всякой в каждой ситуации пока мы ожидаем второе пришествие христа мы будем и после этого мы будем навеки с ним сейчас у нас есть прекрасная возможность почувствовать его присутствие поскольку мы исполняем вот то повеление которое было написано в матфея что где двое или трое собранного имя мое там я посреди них пусть господь благословит это собрание и благодарность ему за то что он дает очень много нам даров мудрости времени таланты и среди них есть еще и дар мужества об этом сегодня поговорим и поскольку мы знаем что сатана использует каждую возможность любую любое средство для того чтобы воплощать свои коварные планы он использует использует также и этот дар мужества для того чтобы нас погубить и давайте рассмотрим через пару библейских примеров насколько это дар мужества важен что будет если нету его и как приобрести обратимся к словарю чтобы вспоминать что такое мужество это одна из добродетелей которая отражает нравственную силу преодоление страха то есть когда мы преодолеваем какой-то страх вот эта сила проявляется именно через наш мужество еще есть синонимы это смелость храбрость отвага что такое же страх страх это эмоции или чувство и состояние когда возникает она возникает когда появляется опасность в другом слаборе есть еще такая мысль что отсутствие храбрости и есть страх насколько все таки храбрость или мужество важно в нашей жизни вспомним одну историю израильского народа это случилось после того как самуил помазал давида стрем над израилем и филистимляне пошли войной на на израильтян когда они построились друг против друга вышел из среды филистимлян голиаф который был очень высокого роста и выглядел очень сильным а также он говорил очень громкие слова хулил бога а также и и народа его то есть израиля и призывал их то есть я давал им вызов чтобы один из них дрался с голиафом и кто победит тот и станет хозяином над другим народом и израилитя не услышал его слова увидев его внешность они испугались и ужаснулись и случилось так по повелению божьему что когда отец давида хотел узнать как идут дела на войне потому что там были еще и трое старших братьев давида он пришел туда и услышал слова голиафа он не ужаснулся но наоборот подумал кто он такой чтобы так хулить бога и пошел к саулу взял разрешение чтобы пойти против против голиафа мы знаем эту историю что давид пошел туда все эти детали и прочитаем только конец битвы это написано в первое царство 17 главе начало абзаца 51 стих тогда давид подбежал и наступив на филистимлянина взял меч его и вынул его из ножен ударил его и отсек им голову его филистимляне увидев что села чих умер побежали и поднялись мужи израильские и идейские и воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот а корона и падали поражаемые филистимляне по дороге шаримской дугефа и до а корона и возвратились сыны израилевы из погони за филистимлянами и разграбили ста мих мы видим тут конец битвы которая была маловероятной для того чтобы израильтяне победили они так сильно ужаснулись и уже ну это мое мнение что они уже приставили свое поражение и поэтому на них напал такой сильный страх но с божьей помощью давид победил эту причину то есть галиафа и они возмужали филистимляне побоялись в этот момент и тогда итог войны повернулся на сто восемьдесят градусов с помощью мужества из этой истории мы видим что давид спас не только свою жизнь но еще и жизнь своих братьев а также своего народа он заступился за честь имени бога и таким образом получается что это мужество очень важно и очень сильно повлияло на судьбы многих людей согласно этой истории которую мы прочитали что же будет если нету храбрости в нашей жизни давайте подумаем а как может произойти так что храбрость исчезает например когда мы не чувствуем какую-то опасность мы не чувствуем и страх и внезапно иногда появляется этот страх и это означает что наша храбрость куда-то ушла храбрость или же мужество исчезает когда мы грешим давайте рассмотрим подтверждение этой фразы в истории первых наших родителей то есть адама и евы в бытие 3 главе 10 стихе написано он то есть адам сказал голос твой я услышал в раю и убоялся потому что я наг и скрылся мы знаем что после их опадения у них открылись глаза они начали шить себе одежду из листьев а также спрятались от бога особенно когда он их искал и вот это действие было результатом их страха а все это произошло из-за отсутствия храбрости которая которую прогнал грех так мы видим вот эту цепочку что когда человек грешит исчезает храбрость и что происходит впоследствии мы знаем проклятие которое должен нести грешник и в итоге еще после несчастной жизни и умереть потому что мы знаем что плата за грех это смерть в другом смысле когда мы трусливые или не храбрые это влияет также на вечную нашу участь не только на короткую жизнь на этой земле в откровении двадцать первой главе в восьмом стихе читаем следующее боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в осере горячим огнем и серою это смерть вторая то есть боязливые первые в этой очереди которые как-то выглядит что убийца или любодеев или чародеи или идолослужители хуже чем боязь а получается что боязливые занимают первую очередь к озере горячим огнем и серою и именно поняв всю эту цепочку всю эту связь мы понимаем что не потому что мы боязливые а причина боязни то есть когда мы грешим то есть грешники не смогут унаследовать жизнь вечную как же приобретаете это мужество в том случае когда мы потеряли его или когда мы не уверены что у нас есть мужество рассмотрим эту же историю про Давида когда он еще не вышел сражаться с Голиафом и сказал Саул Давиду не можешь ты идти против этого филистимлянина чтобы сразиться с ним ибо ты еще юноша а он воин от юности своей и сказал Давид Саулу раб твой посадится у отца своего и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его а если он бросался на меня то я брал его за космы и поражал его и умер шлял его и льва и медведя убивал раб твой и с этим филистимлянином не обрезанным будет то же что с ними потому что так поносит воинство Бога живого и сказал Давид Господь который избавлял меня от льва и медведя избавит меня и от руки этого филистимлянина и сказал Саулу Давиду иди и да будет Господь с тобою мы видим тут воспоминания Давида или его опыт до этого случая до этой войны он вел скромный образ жизни по сравнению с нашим и и когда нападал на его стадо лев или медведь то он боролся с ними и таким образом он укреплял свое мужество этими опытами которые Бог помогал ему прожить и как написано в Луки 16.10 верный в малом и во многом верен а не верный в малом и во многом таким образом мы можем приобретать мужество из малого опыта возрастая еще больше и еще больше у нас укрепляется и повышается уровень мужества еще один пример из Библии это три товарища Даниила мы видим что такую картину описанную в третьей главе Даниила что царь сделал истукана из золота и повелел всем поклоняться второму истукану а три товарища Даниила не поклонились не поклонились далее мы знаем что он их за это наказал отправил в печь и Бог чудесным образом спас их после этого царь сказал такие слова «вот вот мой указ всем народам племенам и языкам всякий кто похулит Бога Шадраха Мишаха и Абеднига будет четвертого а дом его превращен в развалины ибо нет другого Бога который могут так спасать мы видим из этой ситуации что храбрость мужество этих троих юношей которые знали что их ожидает если они не будут повиноваться но все таки пошли на этот риск они спасли не только свою жизнь вот эту земную жизнь но также и будущую жизнь которую Бог обещает всем верным верным ему помимо этого они также улучшили состояние евреев в этой нации поскольку они были рабами тогда над ними скорее всего издевались и даже запрещали повиноваться другим богам нежели вабиломских и сейчас мы видим указ царя что им было разрешено или даже если кто-то что-то скажет против них против Бога то он будет наказан поэтому мы видим тут последствия мужества этих людей что впоследствии они получили свободу совести получили свободу религии на тот момент как они приобрели это мужество так же как и Давид в своем случае если мы прочитаем с первой главы когда их взяли еще в рабство мы видим тогда один момент их несколько перечислим пару что они сказали начальнику своему что не будут кушать со стола царя потому что они хотят кушать правильно питаться правильно для того чтобы их разум а также их силы были на высоком уровне вот тут тоже проявление храбрости потому что указ царя нельзя было нарушать или как-то от него как-то его обойти еще одна ступень это когда всех волхвов убивали и Данилы и его товарищи могли тоже куда-то убежать потому что им тоже грозила смерть но они храбро стояли и твердо что бог откроет им сон на уходе носора и вот этот момент был еще один опыт для них чтобы они и их мужество возрастало и потом уже печь то что мы вспомнили недавно в начале все таки вот эту цепочку какой первый толчок что является самым начальным этапом в жизни каждого который хочет быть храбрым для себя прочитаем в псалдаре 110 10 стих начало мудрости страх господи разум верный у всех исполняющих заповеди его хвала ему пребудет в объек а также в притче Соломона 8 главе 13 стихе написано страх господи ненавидеть зло гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу вот это сочетание страх господи в моей голове равно мужество когда мы боимся Бога это не значит потерять все свои жизненные силы наоборот мужаться и именно этот страх прогоняет тот страх который нас разрушает и один важный момент что еще означает страх господи это ненавидеть зло то есть когда мы понимаем что мы грешны и мы ненавидим это состояние ненавидим самого греха и мы начинаем желать и с Божьей помощью избавиться от них тогда у нас появляется вот этот страх господи что равно мужество потом Господь через разные жизненные опыты от малого до великого помогает нам все больше возрастать боязнь перед людьми в притче написано ставит сети а надеющийся на Господа будет безопасен что мы можем тут подытожить если мы начинаем решить у нас исчезает мужество и сразу автоматически появляется страх который она использует для своих целей для нашего разрушения и для того чтобы все это возрастить мы можем склонить колени попросить у Бога прощения и начать новую жизнь и это будет начало мудрости это будет страх Господень в нашем сердце и мы будем мужественными и дальше для нашего наставления прочитаем еще притче Соломона 14 главе мудрый боится и удаляется от зла а глупый раздражителем и самонадеян и не зря написано в числах 6 главе 26 стихе да обратит Господь лицо свое на тебя даст тебе мир этот мир который мы не можем понять это то что дает страх Господень вот это мужество помогает нам обрести душевный мир и мы можем идти по жизни счастливо а также дольше потому что страх разрушает нас и сокращает нашу жизнь и также Павел Кременом написал один стих который думаю еще и до нас доходит до нашего времени потому что вы не приняли духа рабства чтобы опять жить в страхе мы приняли духа усыновления который вызываем Авва Отче временом 8.15 читая контекст этого стиха мы можем понять что те которые приняли дух усыновления это те которые расстались со грехом с рабством греха и сейчас делается такое сравнение что те которые приняли духа рабства они опять живут в страхе видим опять эту связь что греша мы страшимся и все эти последствия принимаем на себя пусть Господь нам поможет и укрепит наше сердце и даст нам мужество которое в котором мы нуждаемся для того чтобы победить грех и для того чтобы иметь надежду не только на хорошую жизнь на этой земле а также вечности аминь